Итак, тема сегодняшнего вебинара «Планиметрические задачи ЕГЭ и ОГЭ по математике» проведет вебинар Елены Михайловны Фридман, ведущий специалист и автор пособий издательства «Легион». Материалы сегодняшней встречи, а это презентация и видеозапись, будут размещены сегодня на нашем сайте под завершение вебинара. Сертификаты участника в электронном виде отправляются автоматически на вашу электронную почту также по завершении вебинара. Уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание на корректное заполнение анкеты при входе на вебинар при регистрации. Дело в том, что все данные для вашего сертификата автоматически подтягиваются из этой анкеты. И если вам важно оформление сертификата, пожалуйста, указывайте все необходимые сведения – фамилию, имя, отчество. Название образовательного учреждения, пожалуйста, сокращайте. Особое внимание уделите написанию адреса электронной почты, а затем проверьте его, так как при наличии хотя бы одной опечатки в ней, как вы понимаете, сертификат своего хозяина не найдет. Уважаемые участники, я надеюсь на вашу активность. Если будут вопросы к лектору, пожалуйста, адресуйте их в чат. Желаю всем продуктивной работы и передаю слово нашему лектору. Здравствуйте, коллеги. Начинаем работу. Надеюсь, что все у нас сложится сегодня хорошо. Наше сегодняшнее занятие посвящено задачам по планиметрии. Традиционно трудный раздел для учащихся. И поскольку часов на преподавание геометрии отводится явно недостаточно, то и для учителей это тоже непростая задача. Цель сегодняшнего вебинара – помочь вам в подготовке ваших учащихся и обращаясь к учителям, чтобы дети успешно решили задачу по планиметрии. Больше, конечно, я сейчас уделять буду внимание задачам профиля. В презентации сегодня будут задачи, которые были предложены учащимся выпускникам на экзаменах ОГЭ и ЕГЭ. Начну с задач, которые представлены в демо-версии. Задачи не новые, но, тем не менее, начнем с них. Ну и прежде чем мы будем разбирать задачи, я хотела бы обратить ваше внимание на то, что уже в продаже новые книги по новой спецификации, которые мы написали. Это книги издательства «Легион». Посмотрите, пожалуйста, 40 вариантов базовый профильный уровень, ЕГЭ, тренинг. Ну, задачи, которые мы сегодня с вами будем обсуждать, это планиметрические задачи. Пособия Корянова и Прокофьева, это для сильных, конечно, детей. Ну и для девятиклассников вот такие книги. Все по новой спецификации, я думаю, что они будут полезны вам и вашим учащимся. На нашем сайте вы можете их приобрести, на сайтах-партнерах, в магазинах вашего города. В общем, книги эти доступны, и вы знаете, часто ими пользуетесь, и, как правило, мы получаем хорошие отзывы о наших книгах. Первая задача – это задача из ОГЭ, которая была в демо-версии представлена. Давайте прочитаем эту задачу. Основания. Да, вы, конечно, знаете, что в текстах экзаменационных работ никогда нет рисунков. Рисунки всегда в моих презентациях только для того, чтобы быстрее условия задачи воспринять и быстрее, эффективнее решить эту задачу. Рисунки, конечно, учащиеся и учителя делают сами при решении задач, но в данном случае они в помощь вам. Итак, основание АЦ равнобедренного треугольника АВЦ равно 12. Окружность радиусом 8 с центром вне этого треугольника касается продолжений боковых сторон треугольника и касается основания АЦ. Вот эта окружность, по-другому она называется «вне вписанной», но в школе этого термина нет, поэтому здесь описано словами, что это за окружность. Значит, еще раз. Дан равнобедренный треугольник АВЦ с основанием АЦ, дано это основание, и окружность, которая касается продолжений боковых сторон и оснований, дан радиус этой окружности. Что просят? Найдите радиус окружности, вписанный в треугольник АВЦ. Начинаем сразу рассуждать. Понятно, что центр, вписанный в треугольник окружности, это точка пересечения бисектрис. Значит, мы проводим бисектрису из вершины В. Понятно, что она является медианной высотой. Я поставила какую-то точку, которая является центром. И понятно, что расстояние от этой точки до сторон одно и то же. Мне достаточно провести радиус этой окружности к стороне АВ и к стороне АЦ. Вот они проведены, обозначены буквой Р. Еще раз. Дан радиус окружности вне вписанной, назову это так. Дано основание АЦ равнобедренного треугольника АВЦ. И требуется отыскать радиус, вписанный в этот треугольник окружности. Вот такая задача. Итак, условия понятны. Решаем эту задачу. Давайте посмотрим. Мы с вами знаем, что если из точки к окружности проведены касательные, то отрезки касательных равны. Поэтому здесь шестерка, здесь шестерка была и здесь шестерка. Итак, у нас получилось три равных отрезка. Шесть отрезки касательных, шесть и шесть. Из точки М опустим перпендикуляр на радиус большей окружности. Получим цветной желтый треугольник. Я его назвала МНО. М – это центр вписанной окружности. Напоминаю, Р – радиус вписанной окружности. Понятно, что радиус, что окружность касается, значит, радиус, проведенный в точку касания, перпендикулярно касательные. Прямые углы здесь отмечены. Таким образом, в желтом треугольнике мы можем сказать, во-первых, что он прямоугольный. Во-вторых, давайте посмотрим его стороны, чему равны. МН – шесть плюс шесть, двенадцать. МНО – это радиус восемь минус радиус вписанной окружности. Получился прямоугольник у нас, да? Одна сторона которого двенадцать, а другая – Р. Ну и гипотенуза – это Р плюс восемь. Осталось записать теорему Пифагора и найти радиус этой вписанной окружности. И вот эта задача демо-версии ОГЭ 2023 года. Ничего сложного в этой задаче, как вы видите, нет. Понятно, что сейчас я не буду счет проговаривать, вы это видите сами. Так, следующая задача – это задача, которая является задачей номер шестнадцать демо-версии ЕГЭ-профиль. МНО – две окружности, которые касаются внешним образом. Вот зеленые окружности я нарисовала. Касаются они в точке К. К – точка касания этих окружностей, внешних, касающихся по условию. Внешним образом они касаются. Прямая АВ касается первой окружности в точке А, второй окружности в точке В. Какая первая, какая вторая, неважно. У меня с большим радиусом первая, с меньшим радиусом вторая. Прямая ВК пересекает первую окружность в точке Д, а прямая АК – вторую окружность в точке С. Итак, понятно, откуда взялись точки С и Д. Теперь что нас просят доказать? Во-первых, нас просят доказать параллельность прямых А, Д и ВС. Их пока нет на этом рисунке. А, Д и ВС параллельны, это нужно доказать. И второе, о чем нас просят, это найти площадь треугольника А, В, К. При этом в пункте В известно, что радиусы окружности 4 и 1. Итак, еще раз. Две окружности касаются внешним образом в точке К. Прямая АВ. Касается первой окружности в точке А, второй в точке В. Прямая ВК пересекает первую окружность в точке Д, прямая АК – вторую в точке С. Просят доказать параллельность прямых А, Д и ВС и найти площадь треугольника А, В, К, если известны радиусы окружности 4 и 1. Решаем. Давайте посмотрим. Проведем общую касательную, вот она зеленая, через точку К. Видим ее. Провели эту прямую. Что у нас получается? Так же, как и в предыдущей задаче. Обратите внимание, геометрия, она и есть геометрия. Все теоремы одни и те же. Если из точки, вот эта точка не обозначенная, проведены к окружности. Две касательные, то отрезки касательных равны. Вот отмечены равные отрезки, обратите внимание. И цветной треугольник А, К, В. Что мы видим в этом треугольнике? Мы видим, что он является вписанным, ну, то есть его можно вписать. А вообще нам и так это понятно должно быть, что медиана равна половине стороны треугольника. Из точки К проведена к стороне А, В, медиана. Мы доказали, что эти три отрезка равны между собой. А значит, этот треугольник прямоугольный. Потому что если мы с диаметром А, В опишем вокруг треугольника окружность, то угол К, опирающийся на диаметр, является прямым. Вот пункт А. Смотрите, это профиль, тема версии. Вполне в одну строчку решается эта задача. Ну, конечно, надо догадаться, что провести общую касательную. Но дополнительное построение, мы им всегда учим детей, этим дополнительным построением. И, конечно, мы должны учить геометрии, а не конкретным задачам. Вот мы научили решать эту задачу, считаем, что ребенок может решить другую. Не факт. Надо знать факты все геометрические. Что такое геометрический факт? Это ксиома, определение и теорема. Ничего другого. Итак, теперь мы хотим доказать… Ну, это начало, конечно, этой задачи. Теперь мы хотим доказать, что красные прямые параллельны. Я уже провела те прямые, которые нам нужно доказать, что параллельны. Ну, давайте посмотрим. Вот обозначен жирно-прямой угол. Он, естественно, опирается на диаметр. Почему он прямой? Ну, потому что он смежный с прямым углом, о котором мы только что говорили. Итак, прямой угол опирается на диаметр. То есть получается, что АД перпендикулярно АБ. Это точка касания. Диаметр проведен в точку касания. Значит, он перпендикулярен касательно. То же самое с БЦ, мы можем сказать. Ну, две прямые перпендикулярные одной и той же прямой, между собой параллельные. Ну, вот теперь мы пункт А доказали. То есть считайте два шага в этой задачи. В доказательстве два шага. Два шага. Теперь пункт Б. Будем искать площадь треугольника. Площадь треугольника АБК. Ну, для этого мы из точки О2 опустим перпендикуляр на диаметр АД. О2H перпендикулярно АД. И рассмотрим цветной треугольник. Давайте внимательно на него посмотрим. По условию радиус большей окружности 4, радиус меньше 1. Фигура или четырехугольник БО2HА прямоугольник. Значит, О2H равно АБ. О2О1 – это 5. О1H – это 3. 4 минус 1. Итак, цветной треугольник прямоугольный. Значит, что у нас получается? Что О2H – это высота, ну, или АБ, что то же самое, это высота трапеции. Ну, вот, теперь давайте вот что сделаем. По-моему, у меня один слайд исчез, не отобразился. Но сейчас мы его восстановим с вами. Значит, смотрите. Нет слайда здесь. Обозначим площадь треугольника БКЦ буквой С. Треугольник ДКАКД по алфавитус АДК, если по алфавитус АДК, и треугольник БКЦ подобны. Согласны? Ну, эти прямые параллельны, значит, накрест лежащие углы равны. Вот они здесь обозначены. И получается, что эти два треугольника подобны по двум углам. Тогда что у нас получится? Получится, что АД относится к БС – это коэффициент подобия. Он известен. Кстати, в прямоугольном треугольнике О1О2Н мы можем найти катет О2Н или высоту трапеции АВЦТ. Трапеция прямоугольная, ее площадь вот здесь записана. И О2Н мы находим по теореме Пифагора, очевидно. Гипотенуза 5, один катет 3, значит, второй 4. Таким образом, высоту мы знаем, основание мы знаем. А нам нужно найти вот площадь этого треугольника. Теперь смотрите, что мы делаем. Теперь у нас получается, если я обозначу буквой С площадь маленького треугольника, то площадь большого треугольника, коэффициент подобия 4, значит, 16, правильно, С? Квадрат коэффициента подобия. Теперь рассмотрим треугольник АВЦ. Он прямоугольный. И ВК в нем тоже высота. И поэтому мы можем найти отношение площадей. площадей треугольников ВЦК и АВК. Они относятся как стороны этого треугольника, то есть как основание. Это вот к этому. И точно так же мы можем найти, рассмотрев треугольник АДБ, отношение площадей треугольника АВК и ДКА. Выразить их через С. Это легко делается. Вот здесь это записано. Здесь, правда, окончание записано. Один слайд пропущен. Почему-то он не отобразился, к сожалению. Но смысл вот такой. То есть мы через С, через площадь треугольника ВЦК выражаем остальные кусочки этой трапеции. Вот и все. Таким образом находим эту задачу. Решаем эту задачу. Находим ответ. Находим площадь треугольника АВК. КАК-4С. Вот такая задача. Следующая задача. Эта задача была в этом году на основной волне. Предлагалась учащимся. Давайте посмотрим на нее. Кстати, я в эту презентацию включила несколько задач с очень похожими идеями, которые были на экзамене предложены детям. Давайте посмотрим. Специально включила, чтобы вы могли потренировать ваших учащихся. Давайте. Итак, дан треугольник АВС. Через середину Д медианы АК и вершину В проведена прямая, которая пересекает АС в точке Т. В треугольнике АВС АК является медианой. Смотрите, этот факт отмечен черточками. Д середина этой медианы АК. Этот факт отмечен двумя черточками. Соединяем точку В с точкой Д. Проводим прямую, которая пересекает в точке Т сторону АС. Вот это первое предложение, задача, условия. Что просят? Найдите отношение площади треугольника АВД к площади четырехугольника СКДТ. Еще раз. Отношение площади треугольника АВД к площади четырехугольника СКДТ. Условия понятны. Ну, здесь один из пунктов только взят. Вообще, по-моему, это, наверное, я тут вот неправильно написала. Это, наверное, из ОГ задачи было все-таки. Здесь нет пунктов А и В. Посмотрите, пожалуйста. Но это задача, которая была предложена на экзамене. Это точно. Давайте обозначим площадь этого треугольника С. Для того, чтобы индексы не таскать за собой, мы введем такую буковку. Теперь что у нас получается? Поскольку медиана делит треугольник на два равновеликих, то площадь треугольника АВК равна площади треугольника АЦК. Вот это написано, и это С на 2. Аналогично, БД ведь тоже медиана. Площадь треугольника АВД равна площади треугольника БДК. Ну и половинка от половинки С на 4. Теперь единственный момент, когда нужно догадаться, о чем догадаться. Нужно выполнить дополнительное построение. Ну, не обязательно это, может быть какое-то другое, можно иначе решать эту задачу. Ну, вот я это сделала так. Проведем отрезок КФ параллельно БТ. Ну, почему мы это делаем? Понятно, что при наличии опыта, решения задач, вы сразу сообразите, конечно. А ученикам нужно объяснять, какие дополнительные построения есть смысл делать. Зачем мы проводим этот отрезок? Да потому что у нас получается сразу две средних линии, которые нам дают равенство отрезков АТ, ТФ и ФС. Ну, давайте действительно подробнее посмотрим. КФ мы проводим параллельно БТ. Значит, КФ – средняя линия треугольника БЦТ. ТФ равно ФТ. ФС. Теперь рассмотрим треугольник АКФ, ну, аналогично, в средней линии, и, значит, все эти три отрезка равны. Вот этот факт здесь записан. Теперь что мы делаем? Теперь мы находим отношение площадей треугольника АБТ и БЦТ. АТ относится к ТЦ как один к двум, очевидно. Да, мы только что доказали, что три отрезка равны между собой. Значит, что получается? Площади относятся как основание, к которому мы проводим высоту из-за общей вершины. Понятно, что это один к двум отношения этих площадей. Вот этот факт здесь отмечен. Ну, и теперь площадь треугольника БЦТ – это две трети С, очевидно. Тогда площадь четырехугольника СКДТ мы находим как разность между площадью треугольника БЦТ и площадью треугольника БДК. Здесь все уже известно. Мы просто вычисляем. От двух третьих С вычитаем С на четыре. Ну, и осталось найти отношение площадей. Вот такая задача. Двигаемся дальше. Понятно, счетом мы сейчас не занимаемся. Естественно, считать вы будете потом, если захотите, эти задачи перерешать. Вот эта задача была предложена на дополнительных вступительных испытаниях МГУ. Ну, вот я ее сюда включила в эту презентацию, потому что она, по идее, похожа на предыдущую задачу. Давайте посмотрим. Дана бисектриса АЛ треугольника АБЦ. Тот факт, что это бисектриса, вот, отмечен в равных угла альфа. Я ввела здесь этот угол. Его в условии нет, вы видите. Но мы имеем право вводить те обозначения, какие хотим, лишь бы их не было уже потом в конце. Итак, еще раз. АЛ бисектриса треугольника. И известно, что она перпендикулярна медиане БМ. Тот факт, что БМ медиана, отмечен черточками, вы видите. АМ равно МС. Итак, бисектриса АЛ углы равны, перпендикулярна медиане БМ, отрезки равны. Что просят? Найдите площадь треугольника АБЦ, если известно. Сторона АБ и длина отрезка МЛ. Смотрите. АБ и МЛ. Условия понятны, да? Двигаемся дальше. Поскольку я сказала, что похоже по идее, да, эта задача, то давайте снова... Медиана БМ, то же самое, что было в предыдущей задаче, делит на два равновеликих треугольника, исходный треугольник АБЦ. Поэтому площадь треугольника АБЦ равна двум площадям треугольника АБМ. Вот этот факт написан, да? Обратите внимание. Теперь площадь треугольника АБМ равна двум площадям треугольника АБО. Почему? Понятно, треугольники равны по катету и острому углу, значит, и площади их равны. Итак, треугольник АОБ и треугольник АОМ равны, а значит, равны их площади. Вот записано. Теперь, значит, что у нас получается? Площадь треугольника АБЦ – это четыре площади треугольника АОБ. Теперь давайте посмотрим АБ равно АМ, только что я это доказала. АМ равно МС, значит, АС – это два АБ. АБ нам дано, значит, АС в два раза больше. АС мы нашли. Итак, сторона АБ была дана в условии, сторону АС мы нашли только что. Теперь, АЛ бисектриса, пользуемся свойством бисектрисы. Бисектриса делит противоположную сторону на отрезки, пропорциональные прилежащим сторонам. Значит, АБ относится к АС, как бы Л относится к АЛС. Ну, у меня написано в другой последовательности, но то же самое. Поскольку АС в два раза больше АБ, то вот отношение это записано. Итак, мы знаем, что БЛ относится к АЛС, как один к двум. Теперь, что у нас получается? Рассмотрим треугольник БЛМ. ЛО перпендикуляр, БО равно ОМ, мы это доказали. ОЛ перпендикуляр, БМ я не сказала, к чему перпендикуляр, но это и так понятно. Значит, получается, что эти два треугольника БОЛ и МОЛ равны между собой. Значит, и площади у них равны. Значит, и БЛ равно ЛМ. Площади мне здесь не нужно, но это так, конечно, к слову. БЛ равно ЛМ. ЛМ дано в условии единица, значит, БЛ тоже единица. Ну, а ЛС в два раза больше. Значит, мы знаем сторону БЦ. Ну, а далее формула Герона. Вот такая задача. ТМГУ. По-моему, простая вполне задача. Следующая задача. Ну, вот эта задача мне показалась трудной. Давайте мы ее с вами разберем. Дан квадрат АБЦД. Теперь точки К и Л – это середины сторон. Ну, картинка есть, поэтому понятно, каких сторон они уже лежат на этих сторонах. Теперь отрезок ЦК и отрезок ДЛ пересекаются в точке Т. Все буквы даны в условии задачи. Еще раз. Дан квадрат АБЦД. К – середина стороны АБ. Л – середина стороны ВС. Отрезки ДЛ и ЦК пересекаются в точке Т. Что нас просят? Нас просят доказать, что выделенный уголочек, на картинке он виден, равен 45 градусам. Б – Т – К. Вот это написано. Угол Б – Т – К равен 45 градусам. Это первое, что нас просят доказать. Теперь давайте посмотрим, что нас просят найти. Радиус окружности, описанный около треугольника АБТ. Треугольника здесь этого пока нет. Но вершины есть АБТ – радиус окружности, описанный около этого треугольника. Что дано? А дана сторона квадрата. Вот она здесь есть. Мы помним с вами, что в пункте А мы не имеем права использовать числовые данные пункта В. Поэтому это только к пункту В относится. Итак, еще раз пункт А. Мы будем доказывать, что вот этот угол БТ – К – 45 градусов. Условия понятны. Двигаемся дальше. Ну, совершенно очевидно, что треугольник ВЦК равен треугольнику СДЛ. Даже не буду на этом останавливаться. Обозначим углы этого треугольника Альфа и Бета. Очевидно, они в сумме дают 90 градусов. И тогда углы второго треугольника тоже Альфа и Бета. Тут все просто. Значит, если мы рассмотрим треугольник ЛЦТ, то в нем сумма острых углов 90 градусов, значит, ну, сумма двух углов 90 градусов, значит, и третий угол тоже прямой. Итак, что мы сейчас знаем с вами? Мы сейчас выяснили, что треугольник СЛТ прямоугольный. А значит, и угол ЛТК смежный с углом ЛТС тоже прямой. Ну, а раз это так, то мы можем вот эту вот окружность зелененькую, посмотрите, с диаметром КЛ построить и утверждать, что точки В и Т тоже этой окружности принадлежат. Еще раз. Прямой угол опирается на диаметр. И как только мы видим с вами прямые углы, мы смотрим, можем ли мы построить окружность. Нам же нужно доказать, что угол равен 45 градусам. Но откуда мы углы берем? Ну, вот вписанные углы, например, опирающиеся на одну и ту же дугу, равны между собой. Поэтому окружность здесь уместно строить. Понятно, да? Вот, построили эту окружность. Еще раз. Диаметр этой окружности КЛ, диаметр, да, прямой угол на нее опирается. У нас вот они, два прямых угла. Поэтому мы утверждаем, что В и Т тоже лежат на этой окружности точки. Ну, а раз это так, дальше уже все понятно. Дальше треугольник БЛК равнобедренный. Почему он равнобедренный? По условию К и Л середины сторон, значит, БК равно ПЛ. Кроме того, он прямоугольный, потому что угол Б прямой. А значит, этот угол БЛК 45 градусов. Но на этот же угол опирается тот, который нам нужен, да? Он же тоже вписанный в эту окружность. Значит, он равен 45 градусов. Итак, пункт А мы доказали. Значит, еще раз обращаю ваше внимание. Мы учим выполнять дополнительное построение. Обязательно этому надо учить, потому что построить вот такую окружность, провести отрезок параллельно чему-то – это часто очень эффективный способ решения задачи. Поэтому вот здесь так мы это и делаем. Этот пункт А мы решили. Теперь нам нужно искать радиус окружности, описанный около треугольника АВТ. Давайте подумаем сначала, откуда ищут обычно радиус, описанный окружности. Ну, например, есть формула площади треугольника АВТ на 4Р. Ну, Р – большой радиус, описанный окружности, одна. Есть аримосинусов, куда входит радиус, описанный окружности. Итак, вот у нас есть варианты. Будем думать, как нам искать радиус, описанный окружности. Так, рассмотрим треугольник СЛД. По теореме Пифагора мы легко можем найти гипотенузу. Напоминаю, что нам дана сторона квадрата – 2 корня из 11. Значит, мы можем найти гипотенузу треугольника СЛД. Вот она найдена. Теперь. В прямоугольном треугольнике СЛД проведена высота СТ. Мы знаем, что если из вершины прямого угла проведена высота, то там получается куча подобных треугольников. Возьмем два подобных треугольника, точнее рассмотрим. Итак, рассмотрим большой треугольник СЛД и вот этот средний треугольник СТД. Вот это записано. Раз они подобны, ну почему они подобны, я уже это пропускаю, это очевидно, то можно составить равенство отношений сходственных сторон. Ну, в данном случае не сходственные взятые стороны, а косинус альфа я написала. Вот слева косинус альфа из одного треугольника, справа из другого треугольника. И отсюда мы находим ДТ. ДТ – это кусочек гипотенузы. Вот мы его знаем с вами. Нашли. Теперь рассмотрим треугольник БКТ. Ищем БТ по теореме синусов, точнее выражаем пока, а потом уже найдем. БТ по теореме синусов. Смотрите, вот она записана, теорема синусов для этого треугольника. БТ к синусу БТ, как БК, к синусу 45 градусов. То, что это 45, мы доказали в пункте А. 45 градусов. Вот это записано, выразили. Теперь БК мы знаем, это половинка стороны квадрата. А синус БТ мы сейчас с вами найдем. Синус БТ равен косинусу альфа. В сумме они составляют 90 градусов, дополнительные углы. Косинус альфа выражаем, стороны знаем. Таким образом мы можем найти вот этот отрезок БТ. Итак, в треугольнике А, Б, Т мы с вами знаем уже две стороны. Либо мы будем искать третью сторону, либо какой-то угол этого треугольника, чтобы найти радиус описанной окружности. Теперь мы рассмотрим треугольник АТД. И к этому треугольнику применим теорему косинусов. АТ квадрат запишем честно, по теореме косинусов равно. То есть вот эта теорема косинусов записана в явном виде. Подставляем туда все числа, которые у нас есть. У нас, собственно, все есть для этого треугольника. И кроме косинуса бета. Вот мы с вами записали. Но зато у нас есть синус бета. Мы его нашли. Поэтому мы косинус бета тоже знаем. Это же треугольник бета-угол острый в прямоугольном треугольнике С, Б, К, например. Поэтому этот корень берем со знаком плюс. И косинус бета мы находим. Итак, АТ, подставляя косинус, ранее неизвестно, который мы только что нашли, мы вычисляем АТ. АТ. Оказывается, что АТ равно стороне квадрата. Но так получилось, мы посчитали и выяснили, что АТ равно АД. Что из этого следует? Из этого следует, что угол АТД равен бета. Равнобедренный треугольник АТД. АТ равно АД, значит, угол АТД – бета. Тогда угол ТАД, третий угол этого треугольника – это 180 градусов минус 2 бета. Ну и оставшийся уголочек, а мы именно его и хотим найти, потому что бета мы знаем, этот уголок мы сейчас выразим, и тогда теорема синусов нам позволит найти радиус окружности. Итак, 180 минус 2 бета – это вот этот угол. От 90 его вычитаем, получаем угол БАТ, и по теореме синусов находим радиус описанной окружности. Вот здесь это все записано. Бета относится к синусу угла БАТ, а этот угол 2 бета минус 90 градусов. Ну вот, посмотрите, пожалуйста, то, о чем я говорила, здесь записано. Таким образом мы находим радиус. Кстати, у меня здесь почему-то двойка оказалась. Я ее убирала, не разделила на два. Смотрите, два радиуса равно вот этому, а здесь двойка. Ее нет, вот этой двойки не должно быть, на нее надо разделить. Интересно. Так. Зачеркните ее. Если вы пишете, то ее не должно быть, на два надо разделить. Так. Следующая задача. М-четырехугольник А, Б, С, Д. Точки К, Л и М делят стороны. Ну, тут написано, какие стороны А, Б, С и С, Д в отношении 1 к 4. Посмотрите, написано все это, я читать не буду. Видно, где точка К, видно, где точка Л, видно, где точка М. И отношение 1 к 4. Каких отрезков тоже написано. Теперь давайте дальше смотреть. У нас получился треугольник К, Л, М. Радиус окружности, описанный около треугольника К, Л, М, равен 17. Он дан. Радиус окружности, описанный около вот этого треугольника. И даны две стороны К, Л и Л, М. Смотрите, 30 и 16. Сказано, что К, М больше стороны К, Л. То есть получается, смотрите, одна сторона 16, другая 30, а третья больше 30. То есть самая большая сторона – это К, М. Еще раз условие задачи. Дам четырехугольник А, Б, Ц, Д. Точки К, Л и М сказано, на каких сторонах они есть. И вы их видите. И отношение А к К, Б равно отношению С, Л к Л, Б, равно отношению С, М к М, Д и равно 1 к 4. Кстати сказать, забегая вперед, что сразу мы можем увидеть, что следует из этого отношения? По-моему, очевидно, что по теореме пропорциональных отрезков К, Л и А, Ц параллельны, Л, М и Д, Б параллельны. Это сразу видно. То есть этот вывод следует сразу после того, как мы нарисовали эту картинку. Что нас просят доказать? Нас просят доказать, что треугольник К, Л, М прямоугольный. И просят найти площадь четырехугольника А, Б, Ц, Д. Итак, первый пункт. Будем доказывать, что треугольник прямоугольный. Смотрите, все числовые данные даны до А вопроса. То есть мы можем пользоваться всем, что есть до пункта А. Ну, я сейчас решу эту задачу, и пункт А, вот доказательство того, что этот факт, что этот треугольник прямоугольный, вот этот факт, я докажу дважды, двумя способами, по-разному. Один способ – это тот, который пришел в голову первым. Сначала я не смогла доказать геометрически этот факт. Поэтому я ввела буковки А, А и Б, то вы их видите здесь на картинке. И воспользовалась теоремой синусов. Вот что у нас получается. Мы помним, что радиус описанной окружности около треугольника дан 17. Ну, тут 2Р, стало быть 34. Радиус окружности, описанной около треугольника, равен 17. Я напоминаю условия. Стороны КЛ и ЛМ тоже даны. Одна 30, другая 16. И вот записана почти в общем виде теорема синусов. Радиус только подставила. А потом я уже подставляла вместо КЛ и ЛМ данные числа. Они даны в условии задачи. Вот посмотрите, пожалуйста. Сначала выразила синус альфа, потом подставила числа, числовые данные. И выразила альфа, как арксинус. То же самое сделала с синусом бета. Вот из этого равенства. КЛ дано, синус бета легко выразить, бета тоже. Нашла сумму. Почему я так сразу поясню? Почему я так рассуждала? У меня, еще раз повторяю, я не смогла сначала, вот сразу, когда начала решать эту задачу, найти геометрическое решение. Но раз мне нужно доказать, что треугольник прямоугольный, значит, сумма углов альфа и бета, которые на картинке, я так назвала, должна быть равна 90 градусам, для того, чтобы этот треугольник был прямоугольный. Да, против большей стороны лежит больший угол. Значит, сумма других углов должна быть 90 градусов. Вот я это и делаю. Синус 90 градусов единица, значит, я ищу синус альфа плюс бета. То есть логика вот такая решение задачи. Еще раз говорю, это не геометрическое решение. А дальше дело техники. Просто дело техники. Вот смотрите, я нахожу синус альфа плюс бета, убеждаюсь в том, что это единица. И делаю вывод, что сумма углов альфа и бета равна 90 градусов. А значит, и оставшийся угол тоже прямой. Вот получается, что, как я доказала. Итак, пункт А доказан. На следующем слайде я докажу геометрически. Потом уже через какое-то время решила и геометрически тоже. Теперь, ну, дальше уже совсем просто. Пункт Б простой. Раз этот угол прямой, а еще когда читала условия, мы с вами выяснили, что МЛ параллельно АБ, АС параллельно КЛ. Значит, получается, что диагонали взаимно перпендикулярны. А площадь четырехугольника, у которого диагонали взаимно перпендикулярны, равна половине произведения диагонали. Значит, осталось найти диагонали АС и БД. Ну, понятно, мы их выражаем через КЛ и ЛМ, поскольку отношения есть АБ пять частей, КБ четыре части. Значит, АС – это 5 четвертых КЛ, и БД – это 5 четвертых МЛ. Подставляем числа, которые нам даны в условии, и находим площадь. То есть, пункт Б здесь совсем простой. Вот. Ну, и теперь я решу эту же задачу. Не думаю, что тут какие-то вопросы есть, поэтому быстренько решаем геометрически эту задачу. Ну, для того, чтобы доказать, что треугольник КЛМ прямоугольный, я от противного буду доказывать. Предположим, что это не так. То есть угол, который лежит против стороны КМ, либо тупой, либо острый. Ну, если он тупой, тогда что получается? Тогда центр окружности лежит вне треугольника. Ну, этот факт нам уже тоже должен быть известен. Тогда получается, что по теореме косинусов квадрат стороны равен сумме квадратов минус удвоенное произведение этих сторон на косинус угла между ними. Поскольку угол тупой, предположение такое мы сделали, косинус отрицательный, значит, сторона КМ или С квадрат, ну, квадрат стороны, больше суммы квадратов двух других сторон получается. Но если мы посчитаем сумму квадратов А и В, то получим квадрат радиуса. То есть мы получили, что хорда, не проходящая через центр, больше, чем диаметр. Еще раз. 30 в квадрате плюс 16 в квадрате – это 34 в квадрате. Поэтому получается, что вот эта сторона оказалась больше, по теореме косинусов так получится, больше, чем диаметр. Это невозможно. Значит, противоречие. И так тупым этот угол не может быть. Теперь пусть он острый. Если он острый, давайте посмотрим, вот у нас треугольник КЛМ. Тогда центр окружности находится внутри треугольника. Проведем диаметр АК. Тогда у нас получается, что А квадрат плюс В квадрат равно диаметру АК квадрат. И тогда у нас что получается? Или лучше наоборот, лучше из диаметра в квадрате, лучше вот вычесть. Иначе говоря, выполняется теорема Пифагора для прямоугольного треугольника КАЛ. А квадрат плюс В квадрат равно С квадрат. Я вычла из квадрата диаметра один квадрат катета КЛ и получила АЛ квадрат, а это В квадрат. То есть получается, вот этот зеленый треугольник равнобедренным оказывается. Но у этого равнобедренного треугольника получается угол при основании 1 тупой, что невозможно. А почему он тупой? Да потому что центр окружности лежит вне этого треугольника. Получили противоречие. Вот геометрический способ. Хочу сказать, что я над ним долго думала. Вот тот способ у меня получился побыстрее, а этот просто я себе поставила цель решить эту задачу геометрически. И так вот повозилась. Так что вот такая получилась задача. Так, ну вот эта задача, которая была на экзамене, мне показалась совсем простой. Ну не совсем простой, пункт А совсем простой. Давайте на нее посмотрим. Дан острый угол с вершиной С. Вот острый угол. Пока без букв. Вершина у этого угла С. На одной стороне я взяла на горизонтальной стороне. Вот написано. На стороне острого угла с вершиной С отмечена точка А. Точку А я выбрала на горизонтальной стороне. Вот она. Из точки А на бисектрису и другую сторону угла опущены перпендикуляры АМ и АН. Давайте посмотрим. АМ – это перпендикуляр, опущенный на бисектрису. АН – это перпендикуляр, опущенный на другую сторону. Тот факт, что это бисектриса здесь не отмечен, но мы держим в голове. Значит, угол НЦМ равен углу АЦМ. Это бисектриса. ЦМ – бисектриса. Вот это условие задач. Вполне понятное. Теперь что нас просят? Нас просят доказать в пункте А, что ЦМ квадрат плюс АМ квадрат… Нет, виновата. МН квадрат. ЦМ квадрат плюс МН квадрат. Видите, нет этого отрезка здесь пока. Равно ЦН квадрат плюс АН квадрат. Что мы видим сразу? Я начинаю рассуждать, еще даже не прочитав условия задачи. Я вижу, что в прямоугольном треугольнике АЦН… АН квадрат плюс НЦ квадрат – это просто АЦ квадрат. Значит, мне надо доказать, что левая часть этого равенства, тоже равна АЦ квадрат. То есть решение задачи – это всегда переформулировка задачи. Мы, когда решаем задачу, мы ищем что-то, из чего следует то, что нам нужно доказать. Ну, или то, что от нас требуется. Поэтому вот здесь я сразу вижу, что мне нужно доказать, что ЦМ квадрат плюс МН квадрат равно АЦ квадрат. А что я знаю? Я знаю, что Ц… То есть вижу тоже, что ЦМ квадрат плюс АМ квадрат – это АЦ квадрат. То есть мне осталось доказать, что АМ равно МН. Итак, из пункта А, вот даже еще не прочитав пункт Б, я уже понимаю, что я буду доказывать, что АМ равно МН. Отсюда будет следовать вот это равенство. Ну, и теперь пункт Б читаю. Прямые ЦМ и АМ пересекаются в точке Л. Пока точки Л здесь еще нет на этом рисунке. Вот оно. Нас просят найти отношение ЦЛ к ЛМ и дан косинус угла ЦАМ. ЦАМ. Вот косинус этого угла нам дан. Пять девяток, смотрите. Еще раз. Ну, надо найти отношение ЦЛ к ЛМ, а дан косинус угла. Ну, обычно отношение чаще всего через подобие. Поэтому я буду искать потом подобные треугольники. То есть это общее соображение, которым мы всегда учим наших учеников. Двигаемся. Видим прямые углы. Можем строить окружность. Мы это сегодня уже проходили однажды. Даже дважды уже. Итак, с диаметром АС строим зелененькую окружность и утверждаем, что точки М и Н принадлежат этой окружности. Ну, это так, потому что прямой угол опирается на диаметр. Итак, вот что у нас здесь есть. Что из этого следует? Поскольку вот у нас СМ висектис, а вот я тут равные уголочки отметила, видим, да? Равные уголочки, значит, вписанные равные углы опираются на равные дуги. А равные дуги стягивают равные хорды. То есть вот пункт А мы доказали просто моментально. Единственное, что нужно было догадаться, построить окружность. Возможно, можно было и не строить окружность. Не знаю, я так решала. Вот. То есть еще раз, то, что НМ равно МА, мне нужно было доказать, я обосновала, когда читала условия задачи. Почему они равны? Ну, потому что дуга НМ равна дуге АМ. Почему дуги равны? Потому что это бисектриса. То есть все просто. Теперь пункт В. Нам нужно найти отношение СЛ к ЛМ, а дан косинус вот этого угла САМ. Я уже произнесла такую фразу, что буду искать подобные треугольники. Ну, давайте. Легко видеть. Легко видеть. Давайте посмотрим. Мне же нужно СЛ к ЛМ, да? Что большой треугольник САМ и маленький треугольник АЛМ подобный. Давайте посмотрим. По прямому углу у них есть, и вот по отмеченному равному острому уголочку тоже есть. Угол МСА равен углу МАЛ. Прямой угол у них есть. Значит, вот этот угол при вершине Л в маленьком треугольнике, угол АЛМ, равен углу косинус которого дан, углу САМ. Итак, мы это записали. Теперь смотрите. Для того, чтобы найти отношение СЛ к ЛМ, я выражу ЛМ через СМ. И тогда найду их отношение. Ну, давайте. Значит, нам дан косинус угла. Нам дан косинус угла. Вот мы записали следствие из основного тригонометрического тождества. Здесь я не вводила буковку никакую. Поэтому у меня не получилось символ угла вот здесь вот в формуле вставить. Поэтому, извините, вот это угол САМ. В редакторе я не смогла этого сделать. Вот тут угол. Мы нашли тангенс этого угла отсюда. Косинус нам дан. Тангенс нашли. Значит, знаем катангенс. Катангенс мы знаем. И выразили АМ к СМ. Давайте посмотрим. АМ к СМ. Это катангенс этого угла. Вот это есть. Отсюда выразили АМ. АМ через СМ. Вот из этого равенства мы выразили АМ. Ну, и теперь рассмотрим треугольник маленький. МЛ относится к АМ как катангенс этого же самого угла. Ну, они равны. Я только что об этом говорила. Вот я это записала. Это катангенс этого угла, который нам известен. Выразили отсюда МЛ через АМ. ААМ через СМ. Итак, мы знаем МЛ через СМ. Это 25,56. Значит, оставшиеся от 56 частей, да, 31, это получается СЛ. Вот это отношение получилось. Понятно, что сейчас с вычислениями мы проскакиваем, мы идейно только с вами разбираем задачи. Но иначе нам понадобится очень много времени, и мы не решим важные задачи. Следующие задачи тоже очень похожи на первую и на МГУшную задачи. Давайте. В треугольнике АВС сказано, что АВ меньше ВС. На стороне ВС отмечена точка К, так что ВК равно АВ. Вот это первое предложение задачи. Итак, в треугольнике АВК, АВС, ВС больше АВ, и мы откладываем от точки В отрезок равный АВ. Получаем точку К на стороне ВС. Теперь из вершины В проводим бисектрису ВМ, угла В. Вот эта бисектриса проведена. Она пересекает прямую АК в точке H. H, то есть точка пересечения бисектрисы, и АК. Теперь напрямую АК из вершины С мы опустили перпендикуляр СН. Прямой угол отмечен. Проводим перпендикуляр. Тут так сказано. Вот перпендикуляр СН. Нас просят, посмотрите, доказать равенство двух отношений. Сразу я себе говорю, буду искать подобные треугольники, раз равенство двух отношений. Скорее всего. Или свойства какие-то, может быть, бисектриса у меня тут есть. То есть как-то я себе уже намечаю планы. Пока они еще в пунктирном виде, в виде наметок. Но хотя бы я уже что-то себе представляю. Ну и второй пункт. Найдите отношение площади треугольника АВН к площади четырехугольника АКЦМ. Очень похоже на первую задачу. Площадь треугольника АВН к площади четырехугольника АКЦМ. Что дано? Дано отношение БККЦ 3 к 1. То есть БК 3 части, КЦ 1 часть. БК в три раза больше, чем КЦ. Это по условию. Ну и еще раз условие задачи. Дам треугольник АВС. АВ меньше ВС. Откладываем на БЦ отрезок равный АВ. Получаем точку К. Проводим прямую АК. На эту прямую опускаем перпендикуляр из вершины С. Бисектрису проводим, которая пересекает АК в точке H. Вот это все, что дано. Нас просят найти отношение. Нас просят доказать, что отношение АВ к ВС равно отношению АН к HН. И найти отношение площади треугольника к площади четырехугольника. Ну, поехали. Треугольник АВК равнобедренный. Ну, АВ равно ВК. Так. БМ – бисектриса угла В. Значит, это и высота, и медиана. АН равно АК. И БН перпендикулярно АК. Этот факт мы сразу видим уже с вами. Ну, и получается, что HМ – это же продолжение, да? БН. То есть получается, что МН перпендикулярно АК и СН перпендикулярно АК. Два перпендикуляра к одной прямой параллельны. Итак, они параллельны, значит, отношение отрезков по теореме пропорциональных отрезков о отрезках по теореме о пропорциональных отрезках. АН относится к АН как АМ к МС. Но по свойству бисектрисы АВ относится к ВС тоже как АМ к МС. Отсюда и следует, что АВ относится к ВС как АН к АН. То есть пункт А вот мы доказали, подобие не понадобилось. Теорема о пропорциональных отрезках и свойства бисектрисы. Ну и два перпендикуляра к одной прямой параллельны. То есть вот мы с вами, конечно, пользуемся теоремами. Конечно. Ну и идеи всегда следует коллекционировать. Идеи, да. Не как решается конкретная задача, а идеи. Ну вот, и пункт А мы доказали. Теперь нас просят найти отношение площадей. Ну, давайте. Я ввела С, площадь треугольника АВС. Значит, что у нас получается? ВК относится к АС как 3 к 1. Значит, и площадь треугольника АВК относится к площади треугольника АКС как 3 к 1. Вот это записано здесь. Теперь площадь треугольника АВК в 2 раза больше, да? Ну да, в 2 раза больше, чем площадь треугольника АВХ. То есть площадь треугольника АВХ будет равна 3 четвертям С. Это 3 четвертям, вернее, 3 восьмым С. ПК площадь в 3 раза больше, чем площадь треугольника АКС. Значит, это 3 четвертых С, а половинка 3 восьмых С. Вот это записано. Так, ну, теперь дальше двигаемся. Записываем, ну, записываем или замечаем, что ВС, да, это ВК плюс КС. Значит, АВ относится к ВС. ВС мы записываем как ВК плюс КС. Получается как 3 к 4. Да? ВС – это 4 части, ВК – 3 части, АВ – тоже 3 части. Значит, 3 к 4. И это отношение АМ к МС. Ну, и площадь АКС я еще раз записываю здесь, что это С на 4. Это 3 четверти С, а это С на 4. 3 к 1. Это четвертая часть. Ну, и теперь, поскольку АМ относится к МС как 3 к 4, мы можем сказать, что мы легко выразим площадь треугольника АМК и площадь треугольника КМС. Вот здесь это записано. Площадь треугольника АКМ относится к площади треугольника КМС, как АМ к МС. Мы это тоже сегодня проходили несколько раз. 3 к 4 – это я уже говорила тоже. Ну, и теперь всего 7 частей, 3 части и 4 части. Это 3 седьмых, а это 4 седьмых. Да, я уже о площадях вот этих треугольников говорю. Вот тут все это записано. Ну, а дальше площадь четырехугольника АКЦМ. Я представлю, вернее, сам четырехугольник разбит на два треугольника отрезком МК. Площадь треугольника МКЦ мы знаем, мы выразили через С. А площадь треугольника HМК – это половина площади треугольника АКМ. Это тоже понятно, мы это уже делали. Вот поэтому здесь вот находится площадь, отношение площадей. Вот такая задача, очень похожая на несколько первых задач. Так, следующая задача. Дан параллелограмм B, C, D, F. Дан параллелограмм B, C, D, F. B, D, его диагональ. Тут этого не написано, это я для того, чтобы вам полегче понимать было. B, D, диагональ. Смотрите, диагональ делит угол B на два угла. И сказано, что один в два раза больше другого. Давайте. Угол C, B, D над диагональю. В два раза больше угла D, B, F под диагональю. Вот это первое предложение условия. Теперь B, M. Это бисектриса угла C, B, D. Бисектриса угла того, который над диагональю. Значит, у нас получается, что вот эти три уголка равны между собой. В два раза больше, чем этот, а это пополам делится. Значит, вот эти три уголка между собой равны. Это мы сразу понимаем с вами. Теперь на продолжении B, F за точку F берется точка K. Каким образом она берется? Так, что B, K равно K, D. Вот это написано. Нас просят доказать равенство двух произведений. Давайте посмотрим. B, M на C, D равно B, C на B, D. Пока нам это ни о чем не говорит. Но откуда мы будем, по всей видимости, понятны из подобия? Будем смотреть отношения сходственных сторон, искать подобные треугольники. Произведение крайних равно произведению средних по свойству пропорций. Вот. И дальше нам нужно найти длину отрезка K, M. Длину отрезка K, M. Его здесь нет. Что дано? Дан тангенс угла C, B, D. Того, что над диагональю. C, B, D. Три четверти. И диагональ сама дана. Десять. Тангенс угла, который в два раза больше угла под диагональю. Дан три четверти. И диагональ B до 10. Ну, давайте. Вот я ввела буковки альфа для трех равных уголков. Мы это уже сказали. Понятно, что накрест лежащие углы равны, поэтому вот этот угол тоже обозначен альфа. Это же параллелограмм, помним. Значит, равнобедренный треугольник получился у нас B, M, D. Вот отмечено. Да? Вот отмечено. Это двумя черточками. И тогда что у нас получается? Давайте посмотрим. C, B, D – большой треугольник. Подобен треугольнику C, B, M. Почему? У них угол C общий и по углу альфа есть. В большом треугольнике угол альфа и в маленьком треугольнике угол альфа. Еще раз повторяю. B, C, D и B, C, M. Это подобные треугольники по двум углам. Ну, а раз они подобны, значит, сходственные стороны пропорциональны. И дальше у нас получается вот такое равенство двух отношений, откуда получаем требуемое равенство. Вот, это пункт А. Теперь пункт Б. Напоминаю, нам нужно найти длину отрезка К, M. Длину отрезка К, M. Что нам дано? Нам дан тангенс угла двух альфа. Три четверти он равен. И дана диагональ параллелограмма B, D. И диагональ параллелограмма B, D, 10. Итак, рассмотрим два равных треугольника. B, M, K и M, D, K. По трем сторонам они равны. Это очевидно. Посмотрите, тут все отмечено. Одна сторона общая, а две по черточке и двум черточкам. Итак, эти два треугольника равны. Значит, углы B, M, K и K, M, D равны. То есть, M, A – бисектриса. Понятно, да? Что такое точка А? Понятно. Бисектриса. А раз она бисектриса равнобедренного треугольника, проведенная к основанию, значит, что у нас получается? M, A – высота. Ну, кстати, K, A – тоже высота. И у нас получилась пара прямоугольных треугольников. A, M, B и A, K, B. Давайте посмотрим. Вот этот угол C, B, D, как накрест лежащий, равен углу B, D, K. Вот этому углу. То есть, этот угол 2, альфа, значит, и вот этот угол 2, альфа, D, B, K. Значит, этот угол альфа, да? Итак, вот этот угол А, B, K – 2, альфа. И теперь мы… Смотрите. М – высота медиана и бисектриса, значит, А, B – это половинка диагонали B, D, то есть 5. Фангенс 2, альфа, дан. Вот он. Из треугольника А, B, K – это А, К, А, B отношение. Вот это записано. А из маленького треугольника А, M, B мы можем выразить тангенс альфа. Записываем формулу тангенса двойного угла и, подставляя в левую часть 3 четверти, решаем квадратное уравнение относительно тангенс альфа и находим тангенс альфа. Тангенс альфа мы нашли, значит, мы можем сказать, что мы знаем А, M. А, B равно 5. А, M нашли. Тангенс 2, альфа нам дан. А, B мы знаем, значит, мы знаем А, K. А, K нашли. А, M нашли, значит, мы знаем М, K. Вот такая задача. Так, еще одна задача на параллелограмм. Дан параллелограмм А, B, C, D. Точка T на стороне B, C отмечена так, что получились два равные отрезка. А, T и T, C. Это условие. Нас просят доказать, что центр окружности, вписанный в треугольник А, T, D. Этого треугольника здесь пока нет. А, T, D. Лежит на диагонали. Вот здесь, смотрите, тоже исправляла, у меня почему-то не сохранилось. Параллелограмма, конечно. Вот здесь. И, значит, на следующем слайде тоже вместо... Почему-то я написала параллелепипед вместо параллелограмма. Понятно, что описано. Параллелограмм, конечно. На диагонали параллелограмма. И нас просят найти в пункте B радиус окружности, вписанный в треугольник А, T, D. Что известно? Нам известны стороны параллелограмма 5,25 и острый угол параллелограмма D, A, P, 60 градусов. Ну вот, эта задача была приведена в аналитическом отчете. Ну, это или, похоже, была приведена в аналитическом отчете FIPI. Обратите внимание, это буквально цитата оттуда. Значит, что они говорят? Ну, во-первых, констатируют, что всего 5% справилась с этой задачей. Ну, или вообще с 16-й задачей. То есть это достаточно мало. И второе, что они говорят, что учителя часто не учат геометрии, а учат решать те задачи, которые предлагаются на экзамене. Ну, вот сейчас я чем занимаюсь? Я сейчас вам рассказываю, какие задачи были на экзамене, и показываю их решение. Понятно, что эта работа для учащихся должна быть уже на этапе систематизации знаний проведена. Понятно, что учить мы должны, конечно, геометрии. Вот, к сожалению, неважно, сдают или пишут 16-ю, решают 16-ю задачу. Ну, давайте эту задачу, хотя она, в общем-то, и несложная. Так, поскольку равнобедренный треугольник, то углы я ввела, вот эти два угла равны альфа. Этот угол тоже альфа, понятно почему. А центр окружности, вписанный в треугольник АТД, ну, или в любой другой треугольник, это точка пересечения бисектрис. Значит, АС, диагональ параллелограммы является… Тут вот обратите внимание, параллелепипед тоже написано, должен быть параллелограмм. Диагональ является бисектрисой, и центр окружности лежит на бисектрисе. То есть этот факт легко доказывается. Так, ну и пункт В, давайте посмотрим. Нам нужно найти радиус вписанной окружности. Радиус вписанной окружности вот по этой формуле я буду искать. Для треугольника. Значит, площадь на полупериметр. Для этого мне нужно найти длины сторон. Нам дана АД, да, сторона. Значит, я должна найти АТ или что то же самое ТС. Нет, ТД. Ну, по теореме косинуса для треугольника АДС, понятно, острый угол параллелограмма 60, значит, тупой 120. В сумме они дают 180 градусов, противоположные стороны параллелограмм параллельны. Вот. То есть мы записали теорему косинусов и нашли диагональ АС. Итак, по теореме косинусов она найдена. Теперь в этом же треугольнике теорему синусов записываем. Записываем теорему синусов и отсюда находим синус и косинус угла альфа. Теорема синусов для этого же треугольника. Мы АС знаем, угол знаем, значит, мы можем найти синус угла альфа, поскольку мы знаем и СД тоже. Теперь проводим высоту ТН равнобедренного треугольника. Понятно, она делит пополам диагональ АС. И дальше СН – это половинка АС, которую мы уже нашли. Про альфа мы уже все знаем с вами, поэтому мы можем найти гипотенузу этого треугольника прямоугольного через соотношение между сторонами и углами прямоугольного треугольника. Нашли АС. Вернее, нашли СТ. Нашли СТ. Теперь площадь треугольника АТД. Понятно, это половина произведения сторон, а синус угла между ними. Синус и косинус на предыдущем слайде мы нашли. Синус двойного угла у нас получился. Нашли площадь этого треугольника АТ равно ТС мы нашли. АД нам дано. Синус двух альфа мы знаем. Это два синуса альфа, косинус альфа. То есть площадь этого треугольника мы уже знаем с вами. Вот она найдена. Теперь рассмотрим треугольник ТСД. По теореме косинусов для этого треугольника находим третью сторону. ТС мы знаем, СД мы знаем, угол 60 градусов мы знаем. Теорему косинусов применяем, находим третью сторону. Итак, мы знаем все три стороны этого треугольника. По формуле, которую на предыдущем слайде, С на полупериметр, мы находим. Вот полупериметр я ищу. И радиус, как площадь на полупериметр деленная. Я думаю, что мы на этом с вами будем потихоньку заканчивать, потому что, скорее всего, все уже устали. Здесь есть еще несколько задач. Вы их посмотрите. Они разобраны, когда при желании, конечно. Поэтому спасибо вам большое за внимание. Понимаю, что вы устали после рабочего дня. Поэтому давайте закончим на этом. Это была последняя задача. Если есть вопросы, пожалуйста, я отвечу. Ну и вот информация, конечно, в конце. Для тех, кто захочет купить наши пособия, для вас приятное предложение. Есть от нас. Познакомьтесь, пожалуйста. Селена Непалова, все предельно ясно-понятно. Мы, конечно, подправились в реагерации, да? Да, почему-то у меня не сохранилось. Я правила. Мой компьютер, как-то, видно, не согласован немножко. И где-то пробелы пропадают, к сожалению. Это технически. А у меня, кстати, мы же еще раз познакомились с книгами, вернее, напомним с книгами, которые наиболее посудят книги. Еще раз. Для тех, у кого очень сильные дети, Корянов и Прокофьев. Задача по планиметрии. Для всех остальных это 40 вариантов. ЕГЭ-профиль, 40 вариантов ЕГЭ-база, 40 вариантов ОГЭ. Есть тематические тренинги, есть тренажеры. На самом деле, вы, конечно, можете зайти на наш сайт и посмотреть, какие книги мы выпускаем. Целая линейка для сильных, средних, слабых учащихся. То есть можно работать с разными категориями учеников. Для всех есть у нас литература. Это вам в помощь, учителя. Поэтому пользуйтесь, пожалуйста. Ну, а кто же знает, что будет? Никто не знает, что будет. Нет, не знаем. Пока не знаем. Я не видела, чтобы что-то кто-то говорил. Но все, что вот в открытом банке, то и будет. Задания с комплексными числами. Ну, кто знает? В открытом банке есть, значит, вообще говоря, теоретически могут быть. Но мы не знаем, что будет. Ну, те, кто купил, молодцы. Пользуйтесь на здоровье. Спасибо за добрые слова. Да, всего доброго, успехов вам желаю в работе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!